Он предельно доброжелателен, открыт, вот, и я уже говорил, что меня просто поражает то, что он задает больше вопросов, чем задаешь ему ты, при том, что в моем понимании только я должен спрашивать, и я пытаюсь активно это делать, но он, в свою очередь, задает даже большее количество вопросов, и вот это очень сильно поражает, что, казалось бы, человек, который уже на таком высочайшем уровне, тем не менее продолжает интересоваться, да, там, спрашивать у коллеги, там, совсем с другим уровнем опыта. Какой был самый неожиданный его вопрос? Что вы имеете в виду? Ну, конечно, основные вопросы были направлены на внутренние наши, там, футболисты, амплуа, там, оценки, ну и так далее. То есть, все-таки, как бы, они были, ну, ближе к теме национальной сборной. А вы о чем спрашиваете? Ой, да, огромное. Как управлять звездами, как, там, вести себя в той или иной ситуации, как выходить из конфликтов, там, как управлять людьми, там, касающихся, там, внутри штабных отношений, ну, огромное количество. Ну, то есть, я это спрашиваю не потому, что я не знаю, да, потому что мне интересно, как это делает, и делал Капелло, да, там, один из величайших тренеров мира. И похожие вопросы я бы задавал бы и другим мэтрам. Скажите, а есть, ну, может быть, вы вспомните какую-то мысль и какой-то совет, который, который вам дал, и он вам запомнился, вы его стали использовать? Который мне жалко поделиться. Ну, кстати, много говорил про журналистов и общение, да, там, с ними. Ну, это будет немного. Нет. Ну, давайте не прожидать. Это после этих разговоров вы сократили еще больше всего? Ну, нет, ну, так прямо они не повлияли. Но еще он говорил о том, и это абсолютно совпадает с моим внутренним состоянием, что чувство внутреннего достоинства должно быть всегда выше любого, там, желания или возможности работать. И он всегда поступал именно так, и мне это внутренне достаточно близко. Это вот случай с Англией, да? Ну, с Англией, да, да, да. А вы когда спрашиваете своих игроков, как вы пытаетесь более-таки... А он вообще не спрашивает про игроков ЦСКА, потому что, ну, это было бы, наверное... Нет, он может спросить, например, а как лучше использовать, да, там, а вот может ли вот этот и это, да, ну, потому что там, или особенно игрок, если еще не вызывается в сборную. Вот. Нет, я даю абсолютно объективную характеристику, потому что не хочется потом выглядеть идиотом, вот, в глазах такого уважаемого человека, там, наговорив одного, а на самом деле это не соответствует действительности. Как по вашему прогнозу, Загоева и Щенникова сыграет в Бразилии? Я думаю, что у Щенникова, учитывая, как он провел весеннюю часть, есть все шансы побороться с Камбаровым за место в составе. Я думаю, что все решат. Вот сборы и контрольные матчи. Ну, мне кажется, все-таки, все-таки в левой зоне, с левой ногой, когда тем более есть два игрока в эту позицию, то есть, если бы их не было, то можно было бы говорить, а есть. Там еще Жорков есть, ну, хотя вряд ли он будет использоваться, да, в позиции защитника, да. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от самого Жора и то, как он проведет вот этот кусок, который будет он непосредственно в руках Капелла находиться. Что касается Дзагоева, то здесь мне сложнее, потому что тут уже сложнее прогнозировать. Скажите, чего можно там его использовать в опорной зоне? Не знаю. Мы на эту тему, по крайней мере, не знаем. Я не задумывался, да, то есть, я просто прочитал так, ну, там, по кому-то, так, может быть, какая-то была определенная реакция, да. Но, опять же, если там попытаться вдуматься, там, Могилевец, да, то есть, как бы, то можно вполне найти достаточно большое количество аргументов, почему там вызван он, там, или Симеонов, вот, поэтому... А что это отсутствие, наоборот, это что же важное? Ну, а чьего отсутствие это вас удивило? Он настолько активно... Нет, мне, знаете, вот это меня просто поражает, да, то есть, когда его привлекали, все говорили о том, что настолько это нецелесообразно или неправильно, когда, наконец, не привлекли, то все говорят о том, ну, как же так, ну, почему Смолов нет? Ну, ну, наверное, я не знаю, еще раз говорю, что двигало, но, на мой взгляд, это неудивительная ситуация, то есть, как бы, человеку предоставлялись, да, наверное, какие-то возможности, авансы и все прочее. Ну, значит, главный тренер не посчитал нужное. Сами как будете за Чемпионатом мира смотреть? По телевизору. А что от него ждете? Каких-то, там, не знаю, ну, понятно, что никаких тактических... Нет, я жду то, что мне, как мне кажется, я могу ошибаться, что очень многие звезды мирового футбола, как бы, если раньше они ехали на Чемпионат мира полностью там выжатыми, неготовыми и все остальное, и поэтому были блеклые тени у самих себя, то здесь они очень серьезно относятся к этому форуму. Ну, наверное, учитывая, что, прежде всего, мы говорим о бразильцах и аргентинцах, и для первых это очень важно, потому что в Бразилии, для вторых, поэтому же тоже очень важно. Вот, поэтому мне кажется, что будет интереснее Чемпионат мира и выше по уровню футбола в целом, потому что многие звезды, как мне, опять же, кажется, очень берегут себя для этого Чемпионата. — Рискнете ли вы сделать какой-то прогноз на состав, допустим, финала или топ-четверки? Вот нам недавно попало в руки интервью Досаи, он назвал «Аргентина-Бельгия» финал. — Ой, ну я не знаю, я, наверное, буду банальным, я не видел, да, там, кто там на кого выходит, ну, наверное, Бразилия, Аргентия, Германия, Испания, вот такая четверка. — То есть вы сенсаций иными словами не ждете? — Мне кажется, какие-то сенсации могут быть, но, наверное, на уровне 1-4 финала они закончатся. — У нас есть люди, ну, понятно, что кто уезжает на Чемпионат, кто нет. У нас, например, есть Тошич, который будет играть последнюю игру, товарищескую, 7 июня в Соединенных Штатах Америки, да, и сыграет три матча за сборную. А есть там Миланов, который сыграет 23-го числа. А есть молодежь, которая кто-то сыграет 31-го за 23-го мая, да. Там есть, например, там игроки молодежной сборной, которые сыграют 31-го числа, а есть там, не знаю, Ефремов, Караваев, который сыграет еще за 95-й год, до 10-го июня. Поэтому мы группу, которая нигде не задействована, собираем 20-го июня, а дальше будет такой ручной режим, то есть мы посмотрим, там, кто будет до конца вызван в сборную, кто не будет, как, что. Понятно, что не может в одно время собраться, ну, условно, я не знаю, там, Витинью, который ушел в отпуск вчера, да, и Тошич, который идет 7-го июня в отпуск. Но пока вот дата 20-го июня. Это начало. Начало, да, сборов для тех, кто вот вчера уже вышел окончательно в отпуск. Вот дальше. А где, как? Мы будем, мы считаем, что, учитывая, что у нас 7 человек, там, мы надеемся, да, там, поедут на чемпионат мира, мы считаем нецелесообразным куда-то ехать на сборы и играть там те же контрольные матчи с топовыми соперниками, без, там, 7 игроков основного состава, поэтому мы будем готовиться в Атутенках на базе. Вот. У нас уже одна есть очень интересная игра. Мы 12-го июля сыграем с Леоном, Олимпик Леон, да, то есть они сами захотели к нам приехать, сыграть товарищеский матч. То есть, нет, скорее всего, игра будет, наверное, на октябре, может быть, даже если, ну, будет повышенный ажиотаж, может быть, там, в Химках или на стадионе Стрельцова. Вот, поэтому будем подыскивать паринг-партнеров и работать на базе. В Китайской полиции, да? Ну, некому ехать. Ну, как? Мы с сезона тоже не собирались, я хочу сказать. Так что, все может быть. Пока не едем. Ну, сама концепция, по-прежнему, по-прежнему не нравится. Не, мне совсем не нравится. По-прежнему не нравится. По-прежнему не нравится. Но она нравится клубу. Еще раз я миллионный раз повторяю, что мы работаем все в клубе, работаем на клуб. Скажите, вот в нынешней ситуации, вот, после двух чемпионов, ну, третья понятная, желанная тоже, но мне кажется, что главным стимомом для вас в следующем сезоне должна стать Лига чемпионов. Так или нет? У нас очень было обидно, как раз таки, вот, за весеннюю часть, то, что мы не сыграли Лигу чемпионов оптимальным составом. Я вполне допускаю, что там и в оптимальном составе результаты матча с Баварией, с Манчестером были бы не в нашу пользу. Да, хотя еще раз подчеркну, что мы даже в этом составе дома, на мой взгляд, играли очень качественный матч. Но вот это было очень обидно. Поэтому основная задача, чтобы мы максимально боеспособны и, там, как бы, в кадровом плане подошли к этим матчам. А дальше уже... Вы могли, кстати, предполагать, что космическую Баварию так Реал размажет? Ну, опять же, она все же на этапах идет. То есть она тогда была реально космическая. И я думаю, что если бы на том этапе они бы сыграли с Реалом, они бы также размазали их, да. Но прошло, там, полгода, ситуация поменялась, они выиграли чемпионство. Реал там играет в жесточайшей конкуренции каждый матч. Просто на текущий момент была именно такая ситуация. На тот момент, когда мы играли с Баварией, была ситуация несколько иная. — Насколько, по-вашему, мечты нынешнего ЦСКА, насколько далеко они могут простираться? — Очень много будет зависеть от джебиловки. Практически все. То есть понятно, что если более реальная группа, то мечты уже как-то они... Ну, в турнирном плане как бы они более... Если такая группа, например, как мы подали в этом году, то есть мы... То есть тоже об этом можно мечтать и сыграть с лучшими командами мира, там, чемпионом Германии, Англии. Вот, то есть это большое счастье, но о турнирных мечтаниях, наверное, тогда уже не так сильно приходится задумываться. Широков, безусловно, очень качественный игрок. Здесь тот вопрос, о котором мы уже говорили. Выдержим ли мы конкуренцию на внутрироссийском рынке по Широку? — А вы собираетесь не участвовать по Широку? — Ну, опять же, все будет зависеть от того, уже будет понятно, да, от цифр вообще, готовы мы к этой конкуренции или нет. — А готовы ли к зарплате? — Ну, про это и речь, потому что так-то он будет свободным агентом. — То есть, ну, в принципе, известно, что ЦСКА старше 25-26 не брал уже... — Ну, я думаю... — Ну, я думаю, в данном случае не смущает возраст, да? — Нет, не смущает. — Не смущает, но еще раз говорю, что основным препятствием здесь может явиться не возраст, а именно очень высокий уровень конкуренции. — Ну, и личный контроль. — Ну, я это и подразумевал под высоким уровнем конкуренции. — Да, другие деньги предложены на конкуренцию. — Да, все-таки у нас есть, опять же, вещи, которые внутри, и мы не можем идти на изменения даже ради лучшего игрока чемпионата России последних двух лет.